Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Элияху Голдрата. Цель – процесс непрерывного улучшения. 10 основных фактов. Лайк, подписка, колокольчик. Поехали разбираться. Факт номер один. Работа с единой целью. Каждый отдел и сотрудник имеет ограниченные обязанности. Большая часть персонала выполняет действия бездумно, интересуясь лишь своим участком работ. Для улучшения производительности все действия сотрудников должны быть направлены в одно русло. Для этого нужно правильно поставить цель. Цель должна отличаться от задачи. Задача – делать деньги. Для успешного управления компанией Элияху предлагает руководствоваться показателями выработка, запасы, операционные расходы. Голдрат утверждает, что для продуктивной деятельности нужно стремиться к увеличению выработки, при этом снижать запасы и текущие расходы. Перераспределение труда. Избыточные запасы появляются из-за неодинаковой продуктивности отделов. Например, одно подразделение изготовило детали, а другое опаздывает со сборкой. Это тормозит выработку. Деньги вложены, но прибыли нет. Вместо сокращения организуйте ротацию по производственной необходимости. Увольнение не поможет. Руководители часто пытаются уменьшить перепроизводство путем сокращения персонала. Голдрат считает этот подход ошибочным. Нужно стремиться к сокращению запасов путем увеличения продаж, что в целом очевидно. Пятый факт. Правильная цена. Теория ограничений, пример из книги с поставкой крупной партии по стоимости почти в два раза ниже рыночной, оптовому покупателю, который впоследствии заключил многомиллионную сделку, показывает нам, что правильная цена может быть существенно ниже вашей текущей, за счет перенастройки всех производственных процессов. Шестой факт. Медленный ходок или модель бойскаутов. В походе планомерное движение отряда вперед и достижение цели в виде перемещения из точки А в точку Б зависит от скорости каждого участника. И от того, насколько быстро последний из участников попадает в эту самую точку Б, так и выработка всего завода зависит от работы самого слабого звена. Способы устранения узких мест. Узкое место ограничивает всю систему. С целью повышения производительности предлагается два варианта. Полноценно использовать рабочее время слабого звена, приложить задачи слабого звена на сильные звенья. Восьмой факт. Системное ограничение. В этом заключается проактивность мышления, когда вы, заглядывая на несколько дней, недель, месяцев наперед, можете перенастроить процессы и быть гибким, способным к изменениям настолько, что предвосхищаете появление новых узких мест. Алгоритм повышения эффективности. Он формируется из пяти основных этапов. Определение системных ограничений, принятие решений о способе использования ограничений, согласование нового решения со всей системой, повышение пропускной способности ограничений, переход на пункт 1, если текущее ограничение устранено. Заключительный факт. Управление отношениями как производством. Методы управления бизнесом, представленные в книге, можно применить в быту. В отношениях также необходимо определить главную цель. В браке люди должны давать друг другу то, чего не хватает, создавая баланс. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Элияху Голдрата «Цель вместе с читай быстро». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!